всем привет с вами юля симуля мы с вами играем sims 2 и вы смотрите 50 серию добро пожаловать серия номер 50 мне не верится пол сотни серий уже снята по sims 2 о ребят мы нашли еще одну старинную карту эта карта у нас в загадочную хижину это на остров твики нам надо отлично тогда карту для острова твики мы с вами оставляем остальные карты продадим точнее одну карту которая ведет к берлоге потому что потому что мы уже были там мы видели снежного человека так что давайте мы ее продадим а вот карту для острова твики мы оставим возможно мы отправимся в будущем конечно же отправимся когда-нибудь на остров твики сейчас я хочу все это дело заполнить потому что мне не нравится когда вокруг дома все перекопано у нас ребят с вами 6000 и реально как-то франческа очень быстро нашла клад мы обогателись и я даже думаю что может быть мне не придется вводить код на деньги даже может быть мы без читерства обустроим наш дворик так франческа давай-ка ты у нас ой 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 у нее потребности плохие давайте мы рыбу которую поймали в прошлой серии загрузим в холодильник чтобы в холодильнике была еда и мы в любом в любой момент могли чего-нибудь вкусненькое приготовить и как я вам и обещала в сегодняшней серии мы будем планировать котят да мы будем планировать котят для терминатора и шизочки терминатор горит уже горит не могу горит хочу котят планировать да сейчас мы тебе купим домик так это мы загружаем это мы рыбу которую поймали в прошлой серии загружаем в инвентаре я бы очень также хотела запланировать еще ребеночка для франчески и велорума но почему-то велорум не хочет появляться уже серии 2 3 мы его ждем по ночам но какой-то призрак очень не очень наглый не хочет приходить и все то приходил каждую серию пугал нашу франческу а теперь прямо открыть таки отказывается нас посещать а давайте ребят мы приобретем домик и я уже тут посмотрела спасибо вы мне написали как завести котят мы написали что нужно купить закрытый домик для них но я честно говоря не знаю какой вот этот подойдет мечта питомца такое впечатление у меня что это будка для собака у нас же котики не знаю согласятся ли они делать потомство в этой будке потому что она самая дешевая она стоит 300 симолеонов дальше закрытая будка называется скромная стоит 550 но это реально на собачью конуру похоже неужели коты согласятся в ней жить ну или по крайней мере я не знаю заводить потомство потом идет такая вот странная как галактическая да домик галактический для питомцев но вот это более-менее как там не кажется для котят для кошек подходит вот и вот это очень красивая безумно красивая конура и хоть она и сделана в виде косточки тут косточки такие и лапка мне кажется что она подойдет как котятам или это не косточка это наверное сердечко да вот эти вот колонны они увенчиваются да в конце вверху это сердечко я подумал что это в виде косточки нет я думаю что она подойдет и котятам и щенятам для котов и для собак но она стоит две с половиной тысячи поэтому я пока не могу и позволить нам купить короче давайте мы попробуем купить вот эту конуру я ее потом ребят продам и когда у нас будет много денег когда я уже буду обустраивать дворик может быть у нас где-то место будет для этой конуры вы кстати можете когда будете строить дворик попробовать попробовать тоже там впихнуть эту конуру так как мне это сделать а ну-ка франческа давай просыпайся мне сказали что у котов должны быть между собой хорошие отношения то есть то есть господи терминатор и шиза должны между собой дружить нагадил все изгадил грязно здесь теперь все вот и потом мне нужно кликнуть на франческу и попросить зачать потомство с вот появилось наконец-то действие зачать потомство с шиза так смотрим на время у нас с вами полночь и посмотрим будут ли они соглашаться или не будут у них конечно же не максимальные отношения серии две-три назад что-то они не поделили и смотрите франческа говорит слушай терминатор идите говорит котят нам что ли заведите да идет терминатор к шизочке говорит ну что шиза ты готова пойдем с тобой в домик я надеюсь что все получится и котятки у нас будут я это делаю в sims 2 честное слово впервые в жизни в sims 3 я котята разводила да им на котят собак как-то не разводила а вот с кошечками у меня опыт был и посмотрим в sims 2 никогда этим не занималась что-то он ее как-то это что брачный зов такой ребята они не хотят им нужно подружиться ну капец какой-то ну давайте дружите тогда я не знаю играете не хотят они разводиться то есть не разводиться они плодиться не хотят давайте дадим им много раз действия играть 76 у них отношения упали почему-то было 100 а теперь упали так велорумчик ну куда ты пропал ну елки-палки я хочу ребенка завести когда я ребенка не хотела заводить от призрака то понимаете ли он приходил каждую ночь когда я додумалась догадалась и решила завести ребенка от призрака велорум вообще перестал нас посещать может быть он что-то понял он догадывается и третьего ребенка не хочет я не знаю как но что-то как-то не идет он к нам читает журнальчики что девочка-то какая журнал мод нет это журнал мод о музыке и танцах ну я мне кажется танцы еще ладно но музыка ты у нас не особо конечно творческий человек это у нас вот фрэнк да давайте будем собирать симолеоны давайте польем растение опять соберем польем и соберем и польем а также наверное дону лучше отправить спать кстати у донны есть какие-то ингредиенты слушай ты же рыбу тоже ловила да она ловила но нифига не поймала а вот у фрэнка смотрите сколько много еды большеротый окунь большой большеротый окунь и радужная форель видите фрэнку он вообще молодец он даже вот рыбу ловит нормально а у сестры чет ничего не получается я знаю что сейчас ребята с вашей стороны уже в мою сторону летят тысячи тапков ему вы мне опять пишите в комментариях юля ты не любишь донну ты любишь только фрэнка ты обзываешь ее бестолочью да люблю я всех одинаково просто мне нравится когда симон разные и мне нравится что дон очка она такая необычная и немножко хулиганка ну почему бы и нет я люблю всех одинаково не надо вот говорить что если я кого-то что-то о нем говорю плохое это значит что я его не люблю нет конечно может быть даже я ее больше люблю чем фрэнка просто мне вот нравится что она такая бестолочь у нас как и терминатор кстати им нужно с терминатором будет пообщаться а так ну что в этом отношении подняли мы вообще плодиться будем я в 50 серии планировала 100 100 и 90 у них отношения так давай-ка франческа просыпайся давай ты опять попросишь терминатора потому что мне кажется шизочку просить или шизочку попросим не мы попросим терминатора зачать потомство с шизой блин я бы я хочу ребенка франчески не приходит велорум вот гад почему он не хочет нам идти почему он не хочет не хочет третьего ребенка так давай-ка фрэнк у нас пойдешь ты слушать а когда он успел выспаться я вроде бы действия давала но неужели он так быстро выспался так франческа говорит терминатор ну давай будет будем потом продавать твоих котят нет конечно же ребят продавать котят мы не будем но оставим мы себе одного остальные если будет 3 я не знаю вообще сколько в sims 2 котят рождается но если котят будет двое или трое то мы всех остальных отдадим оставим себе только одного ребята по моему наши котята согласились то есть наши ребята смотрите как ну чё ты фрэнк тебе не нравится давай побежал бегом бегом побежал в будку быстрее всех терминатор короче он согласен шизочка ты согласна дорогая моя ты где шиза шиза иди плодиться будем ты хочешь котят себе ну ты же кошка как-никак это ладно там коты еще может быть не особо думают а ты должна думать о том что ты котят хочешь блин нифига не видно жалко так она заходит в эту темную будку и исчезает так ого пошло дело короче котята у нас надеюсь появится я вообще не знаю будет ли звук так я наверно сейчас немножко помолчу и мы послушаем и вы слушаете услышите ли вы звук или нет вообще есть он или нет да 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 ребята по получилось был звук значит шизочка беременная шиза эти поздравляю терминатор тебя тоже поздравляю и вас поздравляю потому что вы ребята постоянно меня об этом просите вы просто нереально много раз просили заведи котят заведи котят вот пожалуйста получаете котята я думаю что у нас когда начнется кошкин дом то это вообще будет 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 очень весело белорумчик так и не хочет нам идти вот гад так фрэнк это не твоя кровать да как же ему это объяснить что у каждого есть своя комната есть своя кровать что ты идешь спать в комнату мамы иди в свою комнату ну ты же умный мальчик я же тебя хвалю и все меня ругают в комментариях пишут что я люблю тебя больше потому что умненьким называю а ты ведешь себя как бестолочь не прикидывайся терминатором давай ложись спать а тут шиза место заняла же задумает что она беременна и им все позволительно шиза это не твоя кровать теперь фрэнк из-за этого не может здесь спать иди давай что-нибудь сейчас придумаем у шизочка тебе надо покушать давайте мы ее накормим пусть идет скушает что-нибудь слушай франческа я очень переживаю за твой возраст тебе осталось до старости 10 дней нам нужно ой ребят я задолбусь выполнять все ее желания поэтому давайте мы рискнем купим зелье молодости и как в прошлый раз будем уповать на удачу и надеяться что нам повезет потому что сколько можно ждать я не получается как-то у меня у франчески сделать ей платиновое настроение давай просыпайся нет давайте мы ее сначала искупаем чтобы чтобы у нее потребности были хорошими а потом будем пить зельем молодости и в общем омолаживать нашу франческу обрадовался фрэнк фрэнк это не для тебя ты у нас будешь взрослеть так чё-то а чё-то иди давай спать нет иди высыпайся что а нам школу не надо но все равно иди спать все равно прилечь наверно он спать не захочет вообще именно чтобы так отрубиться будет просто лежать ну ладненько так беременная наша шизочка я не знаю как вообще происходит беременность кошечек как долго она длится наверное где-то в два часа ночи может быть в три часа ночи мы сделали действие завести потомство поэтому я понятия не имею когда родится котята если вы знаете то высчитайте пожалуйста сейчас у нас воскресенье ночь то есть мы зачали котят воскресенье ночью и наверное может быть во вторник ночью или в среду ночью не знаю если знаете то напишите у нас будет пополнение в семействе это будет круто я надеюсь что к тому времени у нас фрэнк и донна станут подростками а вот когда нам получится зачать ребеночка франческие велорумы я не знаю потому что велорум как назло отказывается нас посещать но не хочет он к нам идти что ты будешь делать не хочет ну будем ждать каждую ночь я вела код разработчика я жду надеюсь и верю в то что придет все сожрала шиза то что придет велорум и все будет хорошо и мы сможем зачать ребенка давайте ребят наверное мы заполним мисочку потому что шиза теперь будет жрать я не знаю будет жрать очень много потому что она беременная и надо нам наверное будет вторую мисочку приобрести в общем франческа давай-ка ты попробуешь выпить эликсир жизни я надеюсь что ты у нас не постареешь от этого ей осталось 10 дней до старости каждый глоточек этого чудного зелья добавляет три дня и если что-то пойдет не так то он наоборот отнимет у нас три дня я надеюсь что этого не произойдет и все-таки нам добавятся деньки потому что прощаться с франческой делать ее старой я пока не согласна пусть молодеет отлично первый глоточек пошел нам на пользу первый стаканчик был удачным мы выпили эликсир жизни и продлили жизнь нашей франчески на три дня давай еще давай за твое блин ну елки-палки а вот это уже не на пользу пошло а вот это уже плохо ну что ж такое ну будем уповать на удачу давай франческа пожалуйста ну вот ну пожалуйста отлично в третий глоточек тоже пошел на пользу три дня в нашу пользу и короче ладно пока не буду рисковать а то вообще загнемся все хватит на данный момент давайте мы подадим завтрак мы о чем мы не можем рыбу на завтрак видимо рыба на завтрак не делается давайте десерт подадим печенье новогоднее какой нафиг новогоднее печенье у нас типа вообще не зима новогоднее печенье так она пошла в новый туалет давай иди деньги деньги нам нужны иди поливай денежные деревья чтобы у нас как-то доход шел хотя у нас ребят 6 тысяч почти это очень даже неплохо пришел дворецкий сейчас быть все вычищает давай давай работай мне кстати написали что у нас пропала посудомойка реально пропала только сейчас обратила внимание походу кто-то и устырил у нас денег не было с кем-то расплатиться и у нас ее отняли забрали нашу посудомоечку давайте мы купим новую дорогую да вот эту может быть за тысячу посудомоечная машина вот такой цвет наверное нам подойдет лучше всего давайте вот здесь ее поставим и чтобы дворецкий чтобы франческа не мыли посуду вручную пусть мы с помощью посудомоечной машинки и и все у нас будет нормально так о проснулись уже наши детишки давайте мы фрэнка попросим загрузить ингредиенты потому что у него полно рыбы в багаже а он что-то не хочет ей делиться давай иди а то она завоняется доночка у нас играется молодец кстати давайте посмотрим на потребности то есть на на навыки наших детишек я не знаю какие у них тут навыки что они умеют ну в принципе да донна нифигашеньки не умеет она у нас учится кстати уже на 4 с плюсом это неплохо вот а фрэнк у нас учится на 5 с плюсом молодец отличник говорит посудомойку купили молодцы так да и на бутылочку главное не посматривай это нам точно не надо у него творчество почти максимальное и вы мне писали я опять же только вспомнила чтобы я купила мольберт для фрэнка и это поможет нам зарабатывать денег и ребят слушайте а правда давайте будем пусть наш фрэнк рисует а че он рисует на в своем детском этом самом на столике это донна пусть рисует там а он пусть у нас рисует не знаю а че не ставится наискось вот блин облом в sims 2 не ставится наискось ничего не ставится плохо ну тогда поставим прямо пусть он нас рисует рисовать портрет франчи а пусть он маму нарисует слушай нарисуй-ка свою маму давайте если будет красивый портрет то мы его повесим вот так мы сможем с помощью рисования во первых заработать деньги а ну и да и во вторых тоже заработать деньги это наверное основная задача почему я хочу это сделать так давайте мы сделаем портрет мамы нарисуем я надеюсь что он получится красивым так надо было мне сзади конечно что-то посимпатичнее повесить блин хочу чтобы было близко и чтобы было красиво какая-то фигнище получается а боже мой вот так наверное да не 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 еще в бок не могу не могу не могу ну что ж ты будешь делать я не знаю вот не умею я камерой управлять так вот мне хочется чтобы было посередине получается какая-то ерундистика так все давайте нажму клавишу c я надеюсь что портрет получится нормальным и нарисует он свою маму все маме можно дальше не позировать она пошла отправилась мы загрузили там еду мы рыбу загрузили давайте мы что-нибудь приготовим подать ка обед подать десерт приготовить порцию фаршированный окунь и все из рыбы это все ну давайте фаршированного окуня сделаем да потому что мы там много поймали рыбы у нас она теперь есть и нужно ее готовить тем более донна уже кушать захотела ты спать решила нет она решила просто посидеть на своей кроватке о чем-то подумать а вот что придумать какое придумать занятие для донночки я честно говоря даже и не знаю что ей такое придумать хорошенькое чтобы полезно было может быть ей спортом заниматься я не знаю вот что могут дети делать со спортом по моему в sims 2 есть футбольные ворота да если я не ошибаюсь да есть футбольные ворота о господи они огромные мне их ставить некуда нет донна обойдешься без футбольных ворот смотрите есть вот такая лесенка прикольная о отлично мы ее поставим у нас во дворе я надеюсь что потом как-нибудь это все перестроится и построится нормальный красивый дворик который вы мне предложите в комментариях вот в группу вконтакте просто сбрасывайте свои варианты и что-нибудь хорошенькое я выберу и может быть будет даже вместо место для этой горки а кстати лошадку я продавать не стала потому что надеюсь что будет третий ребенок и мы ей воспользуемся давай доночка иди покатайся на своей горке мама может пока сгрести эту кучу чтобы у нас тут не было во первых не были разбросанные листья вот ну а во вторых чтобы потом дети могли поиграть в этих листочках смотрите у нее что-то поднимается скорее всего я надеюсь что это навык фитнеса поэтому если с помощью горки можно качать фитнес то это реально очень круто да получает донна ой донна как это это получает до донна правильно получает навык культуры тела но франческа по моему тоже что-то качает и качает она вроде бы уборку да уборка нам нужна так что правильно пусть занимается пусть сгребает вместе с дворецким куча вот пусть и дворецкому помогает о смотрите они в этом домике теперь жить будут прикольно я не знала они могут теперь наверное сюда заходить отдыхать и спать интересно они вдвоем могут спать в этом домике конечно домик не очень красивый но я думаю что как деньги у нас будут мы купим самые красивые за две с половиной тысячи да теперь видно что прилег терминатор в этом домике и пускай шизочку нифига не пускает слушайте как вот знаете котят разводить так он ее пускает вдвоем а как поспать так сам занял все место и что король какой не пускает он ее ну и ладно фиг с ним шизочка иди давай на гаде где-нибудь в туалет наша шиза ходить не умеет слушайте ребят давайте мы эту шизочку научим у нас в туалет ходить чтобы она в лоточек то есть чтобы она умела ходить на унитаз дона займешься ты у нас котят любишь да ты у нас котовод знаменитый выдрессировала нашего терминатора давай ты начнешь заниматься шизочкой кстати шиза видите сама у нас ходит в лоточек но мне бы хотелось чтобы она тоже умела ходить на туалет вот чтобы наши коты умели все поэтому сейчас пойдет дрессировать нашу кошечку а донна и будем мы шизу приучать к туалету вот а франческа пойдет и будет развивать наверное свою логику да потому что нам нужна логика давайте сначала денежки соберем полить и собрать блин чуж не приходит велорум ну вообще какая-то подстава я жду надеюсь и верю что он нас посетит и мы выполним это действие заветное мной уже до заветно я очень хочу чтобы у них появилось потомство но что-то пока не получается так вот он рисуется уже вырисовывается портрет нашей франчески мы его обязательно где-нибудь повесим ой подождите подождите девочка идет это же дочка это джина это дочка а это дочка блин сразу не соображаю это дочка гарри гертруды давайте ее пусть позовет фрэнк блин нет к ней доступных действий ну что ж такое не хочет она с нами дружить ну и до свидания пусть рисует дальше портрет мамы не надо фрэнк не хочет девочка с нами общаться нужно мне бы очень хотелось чтобы они как-то пообщались давай продолжай рисовать маму и может быть мы отправимся к ним в гости или попросим чтобы они к нам пришли нужно как-то встречу им организовать потому что дети наши скоро повзрослеют они реально скоро повзрослеют я еще думаю серии 2 и они превратятся у нас подростков очень быстро бежит время чё шизо передумала шизо беременная говорит ну вас нафиг с вашим туалетом я типа это потомство ждух давайте пусть она вымывается и вообще я буду отдыхать да не будем мы тогда ее пока трогать пусть она готовится к своему окотятинью я не знаю материнству что ли ну в общем пусть готовится к тому что у нее скоро появится котята окатиться да ну про кошку говорят ну родила конечно кошка там рожает ну окатилась короче пока она катится у нас я думаю что пройдет еще пару серий и мы будем ждать франческая пришла посмотреть что там сыночек рисует он тебя рисует дорогая моя ты почему не готовишь ой подождите мы готовили мы же фрошированного окуня делали давайте мы его еще раз попробуем сделать потому что франческа по моему передумала что-то а тут журнал мешает журнал иди отсюда вообще эти журналы их продать можно вот мы журналы можем продавать ребята мы за них платим нафиг надо нам вообще отменить эту подписку мне эти журналы уже поднадоели а газету блин не удалишь газета к сожалению не удаляется правда журналов слишком много давай франческа вот почему вот я поняла почему не может а давайте поджарим окуня почему не мог наверное долго нам готовить дворецкий потому что может быть ему журналы мешались он не так часто у нас готовит нужно следить чтобы к холодильнику был допуск и чтобы чтобы всегда было нормально место чтобы дворецкий мог нам чего-нибудь приготовить так франческа готовит окуня у нас молодец давай старайся накормить все наши семейства то дворецкий вообще не хочет за нами ухаживать короче бездельник он но без него тоже будет плохо потому что он и унитазы чистит короче помощник наш о я еще вспомнила что я хотела я хотела купить ванну точно уже серии 2 хочу купить ванну давайте у нас деньги есть мы шклад то выкопали как-никак давайте мы посмотрим что у нас тут есть из сантехники у нас есть классная ванна из этого же набора очень красиво смотрится давайте вообще посмотрим какие здесь есть ванны жалко что нельзя поставить посередине давайте посмотрим вообще какие у нас здесь ванны имеется но мы будем покупать эту так как она из одного и того же набора это допы которые я скачала то есть это не из sims 2 а просто дополнительный контент о это душевая кабинка тоже такой же набор я кстати душ по моему хотела купить они ванну да так это у нас игровой то есть то что из игры вот очень красивая тоже душевая кабинка так еще что у нас дополнительный контент вот такая модернизированная современная душевая кабинка за стеклом ванна которую я уже купила еще какая-то прикольная такая о прикольный в виде цилиндра интересного такого цилиндра тоже душевая кабинка еще ванна кстати такая шикарная красивая ванна и комфорт 8 гиена тоже 8 вот эта ванна мне очень нравится но она будет не подходить под наш унитаз поэтому я ее брать не буду и вот эта ванна классная обязательность когда деньги будут мы сделаем две красивых ванной комнаты такая прям как это самое как раковина как ну не как раковина как как вы поняли там где жемчужина находится но это что же типа раковина так давайте мы поставим вот эту обычную ванну может быть сюда нам какой-нибудь фикус поставить чтобы было покрасивее я конечно же когда строю я строю очень долго и во время серии у меня не получается что-то красивое построить потому что времени мало мне нужно посидеть между мне нужно подумать о господи нифига себе какой кустик не такой большой фикус нам не надо нам нужно что нибудь поменьше потому что место здесь есть и чем красивое сюда поставить тем более денежки вроде имеются вот кстати похоже по моему вообще на денежное дерево да ой кстати правда растение очень напоминает настоящее денежное дерево не то который у нас в sims 2 блин даже не знаю какой куст сюда больше подойдет такой у нас уже имеется в коридоре да а я живу а нет я что-то продала в прошлой серии я продала зеркало точно нам нужно будет зеркало купить обратно потому что у нас не было денег не было я продала зеркало ой я даже не знаю чем нам сюда поставить и глаза разбежались вот вот поэтому я во время серии никогда ничего не строю так ну что же давайте что-нибудь все-таки выберем потому что раз уже решила то нужно купить сюда какой-нибудь кустик более-менее симпатичный то что-то очень большое это реально какое-то дерево прям огроменное так ну это для туалета конечно цветы такие точно не подойдут ну блин подождите вот это не 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 был какой-то куст который мне понравился но что-то что-то я его уже упустила ладно фиг с ним пусть будет этот фикус пусть растет в общем все тогда буду заканчивать я на этом серию в этой серии у нас получилось завести потомство то есть зачать потомство шизи и терминатора так что мы в ожидании чуда мы в ожидании маленьких котят пишите уже озорные имена для котиков для мальчиков и девочек я очень хочу чтобы у нас двое котят родилось я надеюсь что такое получается в sims 2 мне хочется мальчика и девочку одного мы оставим себе а второго отдадим каким-нибудь нашим соседям потому что много симов много животных в семье тоже не очень хорошо иметь нифига себе что ты франческа творишь как она тарелку прям на голову себе одела все ребят всем спасибо за внимание если вам понравилась серия поставьте пожалуйста лайк подписывайтесь на канал всем до следующей серии всем пока